Всем привет! Это самый легкий и быстрый шоколадный торт, который я когда-либо готовила. Но при этом он безумно вкусный. На небольшой скорости миксера взбиваю 3 яйца с щепоткой соли. Затем выкладываю 150 грамм сахара и перевожу миксер на максимальную скорость. Пока яйца взбиваются, подготовлю мучную смесь. К 100 граммам пшеничной муки добавляю 60 грамм крахмала. Крахмал можно взять любой, у меня кукурузный. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя без горки. И все это нужно хорошо перемешать. Яйца уже взбились у меня в пышную светлую пену. Добавляю к взбитым яйцам 40-50 грамм любого растительного масла и сюда же просеиваю подготовленную мучную смесь. Я еще добавляю 2 столовые ложки какао-порошка с хорошим верхом. Какао-порошок я также просеиваю через сито. Уже без миксера, с помощью венчика аккуратно, но быстро все перемешиваю. Вот такое должно получиться тесто консистенции полугустой сметаны. Выкладываю тесто в форму для выпечки. Размер моей формы 26 сантиметров, но формы я простелила пергаментом. Круговыми движениями прохожу палочкой по тесту, чтобы разбить пузырьки внутри теста. И тогда после идеи, после выпечки, у меня верхушка теста не вздуется. В моей духовке этот бисквит выпекается при температуре 160 градусов по Цельсию минут 15. Чем меньше размер формы, тем больше понадобится времени для выпечки бисквита. Ну и конечно нужно учитывать особенности вашей духовки, так как духовки у всех абсолютно разные. Бисквит я освободила от формы и от пергамента и положила остужаться на решетку. Когда бисквит полностью остынет, я разверну его в пленку и отправлю в холодильник часов на 12. Крем нужно готовить непосредственно перед сборкой торта. Потому что этот крем необычный, он очень простой, всего из двух ингредиентов. Для крема я использую 380 грамм сгущенного молока. Сгущенное молоко покупаю только белорусское. Из другой сгущенки я этот крем никогда не готовила, поэтому не знаю, получится ли он из другой сгущенки. И также для этого крема мне нужен сок одного лимона среднего размера. Лимон я добавила в сгущенку и теперь ручным венчиком буду это все перемешивать. Перемешиваю достаточно быстро и тщательно. Задача состоит в том, чтобы сок лимона полностью соединился со сгущенкой. При перемешивании вы сами увидите, как смесь густеет, становится однородной и постепенно приобретает кремообразную консистенцию. Все это происходит достаточно быстро и буквально через несколько минут мы получаем вкуснейший, великолепнейший крем. Когда я делала этот крем первый раз, боялась, что он будет очень кислый. Боялась напрасно. Крем получился с приятной кислинкой, очень вкусный. Когда крем постоит, он еще больше загустеет, поэтому желательно собирать торт сразу после приготовления этого крема. Бисквит я разрезала на два коржа. Выкладываю первый корж. У бисквита по этому рецепту получается вот такой шикарный разрез. Сначала я пропитываю корж. Можно корж пропитать любым сиропом, либо сладкой водичкой. Я пропитываю простой горячей водичкой, потому что слишком сладкий торт мы не любим. Выкладываю половину крема на корж. Равномерно крем распределяю по коржу. Поверх крема выкладываю второй корж, разрезом кверху верхушкой снизу. Корж я уже заранее пропитала и покрываю его второй половиной крема. Торт для семейного чаепития, поэтому бока торта я не буду покрывать кремом. Он и без этого хорош. И всегда стараюсь украшать свои тортики свежими или свежезамороженными ягодами. Сегодня украшаю торт голубикой. Вот что в итоге получилось. Обязательно для стабилизации отправляю тортик на несколько часов в холодильник. Хотя если не терпится, можно есть этот тортик сразу, но лучше дать настояться. Мой тортик настоялся и теперь можно попить с ним чаю. Очень нежный, очень легко режется. Абсолютно без усилий, как по маслу. Вот такой у торта разрез. Торт настолько вкусный, что мы съедаем его практически сразу весь. Вот такая у нас семья. Сладкоежек из трех человек. Мы очень любим домашние тортики собственного приготовления. В магазине никогда не покупаем. Попробуйте и приятного чаепития. Если понравится, поделитесь. Если не понравится, не утруждайте себя писанины. Пока-пока.